Девушки отдыхают Вон там Он почему-то не заряжает мой телефон Решил грязь вычистить Из пластика Она немножко звук глушит Влияет на звук Ну вот, я протяну равномерно все винты Он сейчас в очень низком строе Вернее, струем тут никаким не пахнет Просто очень слабо притянут И один раз мы ездили На Куда же мы ездили? В Юрол Музик Найт На фестивале Играли в кабаке И там передо мной играла банда Барабанщик играл вот на таком барабане Играли они какие-то русские народные Там, знаешь, такие В таком дэнсовом варианте Там И когда он не играл песню А просто сидел что-то там Ну, побрякивал Я такой стою, думаю Неужели ты на этом будешь играть? То есть Это же не звучит вообще никак Но когда они все заиграли, запели Это настолько гармонично влетело Знаешь, вот в эту музыку И мне тогда Я подумал, что Если бы он был натянут Допустим, как я люблю Это бы вообще не прозвучало То есть Нет плохого Строя, да Ну, плохо настроенного барабана Есть Барабан настроенный Для определенной музыки Я всякое пробовала Я и ослаблял вот этот барабан То есть Мы играли Я и в него играла С таким строем Мне кажется Для нашей музыки Более фанковый такой строй Типа Высокий Как там было Прокану Я его прям вот Чуть-чуть подтяну И вот играли они Нечто подобное Вот мне такое не очень нравится Поэтому делаем прям буквально По четверть оборотов И посмотрим, что будет Это, конечно, все такое Знаешь, по четверть оборотов Это полная херня Надо настраивать Вот ты когда крутишь винт Ты же чувствуешь Как он тебе сопротивляется То есть Вот он шел легко Он начал сопротивляться Я обычно Не кручу Вот по четверть По полоборота Если я чувствую Что какой-то винт слабеет Я его дотяну До того момента Что он Станет Усилие у него Станет такое же Как и у всех Например Я чувствую это усилие Да все чувствуют И все Вот я примерно С одним усилием Затянул все винты Проверять мы это Конечно же не будем Вот этот призвук Сейчас я буду От него избавляться Путем вот натяжения Он будет немножко поярче Но совсем не пропадет Но просто он будет Чуть повыше Именно я вот Этого и хочу добиться Потому что Именно вот такой Вот призвук Мне не нравится И продолжаю Натягивать Просто по усилию Все Попробуем Вот такой вот звучок Уже начинает нравиться Начинает нравиться Но Вот этот вот Обертон Да Можно попробовать Его сейчас То есть Я что хочу сейчас Я не хочу Перетянуть Опять Как барабан Понимаешь Ну и Вместо Без вот этого Вот Трихомудия Я тоже не могу Обойтись Потому что Этого Обертона Слишком много Мы попробуем От него сейчас Чуть-чуть избавиться Путем вот этой Тряпки Да Просто Прикрепляем Тряпочку Вот так Со скрепочкой Чик И теперь Сушим Без тряпки Она убирает Этого Но Надо ее выдвинуть Чуток Подвигаем Прикольно Вот Вроде бы все Вот Да Но мне чуть не хватает Я бы хотел Прям вот Чуть-чуть еще Подтянуть Попробуем В общем Ну это уже почти То что было То что было Не хочу Его тянуть Еще сильнее Потому что Понимаю Что это будет То что было Вот такие дела В общем Ути палочки Сюда Ключик Сюда Это у меня Специально Болтается На Этой На цепочке В общем На сегодня Все У меня Да Все что я Хотела здесь Сделать Я сделал Вот Просто я Устал Сегодня Сидеть Дома И Решил Погнать Машину На мойку Я Стрянула Мамке 150 рублей С возвратом Конечно И мне Не хватило Их Не хватило Ну то есть Машину я Как бы Когда ты Моешь Ты такой Моешь Тебе кажется Что она Все Чистая А когда Она высохла Ты видишь Все что Ты где-то Не домол Просто Ну это Такая Мойка Знаешь Сбить Грязь Называется Просто Я сбила Грязь Вот эту Черную Черноту Вот И Сам Весь Уделался Потому что Брызги Летят Вот Такой Вот Бложик Получился Сегодня Вообще Не хотел Сегодня Ничего Снимать Скажу Тебе Почему Я пошел Вне школы Работать Я набрал У меня Уже Было Где-то 14 Человек В беседе Ну так Или иначе В день Хотя бы Раз Два Три Но в Хороший День То Три То Четыре Человека Занимались По Два Часа За 500 Рублей И Меня Это Устраивало Ты представляешь Я Мансур Сколько раз Мне говорил Пошли Я тебя Завалю Работой Будешь Получать Зарплату А я Такой Стою И думаю Ну не нужны Мне деньги Понимаешь А вот Сейчас Год Прошел У меня Бо Не было Ни Компьютера Ни Телевизора Ни хера Бо У меня Не было Я сейчас Живу Целый Месяц И у меня Деньги Есть Блин Я могу Купить Я Хэт себе Заказал Ты понимаешь Когда бы я мог Все это себе Позволить Никогда Поэтому надо Ценить Это все Так вот Почему я пошла В не школу Мои ученики Которые вот Сидят в беседе Они почему-то Стали Ну Забивать Я Я пишу им Свободные числа И Никто не Алло И я такой День посидел Два посидел Потом думаю Приехал к Мансуру Говорю Это Я говорю Могу у тебя тут Типа Немножко заниматься Но Уроки я пока есть И не хочу И он стал Мне кидать Эти Индивы То есть Берет Забивает Человека На урок Я приезжаю Со своей программкой Вот с этой Провожу Индив Все такое А потом Как-то Приезжал К ним на партии Сидел План Который Сидел Сидел План Потому что Я имею Понимаешь Сидел Сидел я им говорю. И когда они читают все с экрана. И я не очень люблю учить детей, которые скучают на уроке. Откровенно говоря, скучают. Им прям скучно, а я не могу на них воздействовать, понимаешь ты? Поэтому я, конечно, стал меньше кошмарить людей на уроках. Гораздо меньше. Но этого мне все равно никуда не делось. Я все равно могу закошмарить на уроке любого. Хоть мужика там 50 лет, 60, хоть ребенка, у меня нет каких-то границ передо мной. Когда человек тупит, да, и откровенно просто складывает палочки и демонстративно не хочет ничего делать, я этого просто не понимаю. Ты заплатил, пришел, сложил палочки и сидишь. Повалю-ка я отсюда. Буду закруглять свой этот бложик. Даже в самые плохие дни, месяцы, когда работы очень мало, все равно я получу свою зарплату, которую никогда не мог видеть в принципе в глаза. Уже много-много лет я привык жить на копейки, понимаешь. Сейчас я стал хоть одеваться немножко, обувь все купил вот на зиму, на лето, и все такое. В общем, я уже даже забыл, как это, копить копейки вот эти вот. Получил пенсию, раскидал все по кредитам, полторы тысячи, на тысячу заправился, 500 рублей отложил. Это смешно сейчас кажется, да? Когда у меня сейчас лежит зарплата, и она никуда не тратится, просто лежит, и все. Я знаю, что у меня есть деньги на любой мой каприз. А капризы у меня прям не такие уже прям пиздецовые, что там, да? Ну, просто, например, ну, что, например? Ну, вот я заказал себе хей-хэт, я купил себе резину. Вот все мои капризы, которые я сейчас могу спокойно себе позволять, да? Год назад я об этом даже думать не мог, чтобы купить новый компьютер. Я сидел и страдал со старым компом. Давид, ты знаешь, как я страдал на нем. И Мансур тоже знает. Что, закинув материалы на таймлайн, мне надо было полчаса идти гулять, просто ждать, пока они там одуплятся. Все, поехали. Соскучился по своей собаньке. У нас, по-моему, завтра, репа, да? Завтра? Я забыла, надо зайти в расписание. У меня расписание поменялось немножко. У нас теперь репетиция в воскресенье и во вторник, по-моему. А вторник уже завтра. Сейчас я тебе покажу, как я помыл своего куба. Помрешь со смехом. Вот, посмотри. Намывал, платил, намывал. Вот, смотри, прям видно, как я водил, да, этим керхером. Он был черный, колеса нихера нет. Хотя вот, весь избрызгался, короче. Тут тоже полосы. Вот такая мойка получилась. Как было бы просто ехать в банкомат и снимать деньги. Гублей 300. Я была, по-моему, с пеной, со всей хернёй. Вот такие дела. Ну, сейчас зато фары видать. Хотя бы. Вот, вот, например. Как тебе такое? Красота. Короче. Хотел помыть? Вот и помыл. Теперь не станет. Нормально всё. Так, ключик. Вот паза. Заводим агрегат. Надо его в комплекс загнать просто и всё. Сейчас чуть-чуть подсохну, чтобы коврики помылись. И всё такое. У меня не сегодня всё. Всем спасибо, кто посмотрел моё нытьё. Всем подписчикам привет. Новым и старым тоже. Всем спасибо за комменты, за лайки. Всем пока. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok